при создании этого ролика я потратил свое личное время и немного денег вы смотрите этот ролик абсолютно бесплатно я не прошу вас ни копейки но вы можете поддержать мой канал подпиской лайком и комментарием приветствую вас брать самогонщики есть у меня мешок вот такого венского солода он пивоваренный но я буду варить сегодня не пиво а будем делать аля вискарик и так давайте-ка я вам покажу какое оборудование для затирания я уже подготовил так куб у меня от компании дом спирт он 35 литров плюс видите я поставил еще две вставочки по 20 литров каждая и того есть у меня объем 75 литров так в кубе у меня стоит 3 киловаттный тэн этот тэн у меня будет управляться вот этим пит регулятором чем пит регулятор отличается от обычного термоконтроллера то есть обычный термоконтроллер работает так по показаниям датчика он включает или выключает н в определенный момент пит регулятор работает по другому он постоянно подает на тэн какое-то напряжение какое он сам оценивает по данным вот этого датчика то есть нет никакой инерции есть всегда равномерность то есть вот этот пит регулятор работает совместно с рмом я их тестировал отклонение по температуре составляет плюс-минус полградуса да как видите такой пит регулятор может очень очень точно поддерживать определенную термопаузу так единственное что знаете немножечко меня расстроила расскажу почему расстроила а расстроила меня вот что смотрите видите датчик он у меня пять миллиметров и вот сюда но никак не входит и вот это меня расстроило а почему расстроила потому что я думал я поставлю туда датчик сюда поставлю сверху мешалку и все будет вообще замечательно то есть будет у меня мешалочка мешать а кроме того как вы видите я еще и взял насос то есть насос будет забирать вот из-под фольжна а в кубе конечно же стоит фольжно из-под фольжна будет забирать сусло и перекачивать его вот сюда сверху ну то есть будет мешала бы мешалка сусло бы равномерно перемешивалось все было бы замечательно но вот этот датчик либо вот эта гильза верно скорее всего виновата вот эта гильза потому что производителям все-таки нужно как-то более внимательно относиться к тому что допустим самогонщик захочет сюда не просто термометр воткнуть а захочет воткнуть сюда датчик какой-то автоматики а датчик автоматики как видите может оказаться довольно таки крупного размера но ничего страшного будет у меня все следующим образом то есть speed регулятор насосик ну и наверное когда будет идти затирание я буду вручную каждые допустим 15-20 минут там кратковременно эту крышку открывать и механической мешалкой перемешивать ну думаю вот процесс затирания у меня пойдет следующим образом и так давайте-ка я вам расскажу вообще какой гидромодуль я буду использовать сразу скажу что я решил сделать вискарик по методу фомы менделеева то есть я решил воспользоваться наработкой коллег у кости есть на канале такое видео оно называется типа все виски в одном видосе вот так вот и то есть он там делится своим опытом и говорит что там они очень очень много тестировали и пришли к определенным выводом при какой термопаузе при какой температуре происходит наиболее полный процесс осахарин то есть ну просто все в ноль поэтому вот я и решил этой наработкой воспользоваться и так гидромодуль константин рекомендует один к трем ну и будет следующим образом воду я нагрею до 55 градусов опять таки как он советует а дальше засыпаю солод и довожу температуру до 64 градусов как только температура достигает 64 градусов дальше пит регулятор будет ее поддерживать в течение двух часов ну вот так кратенько а как все это будет в процессе и я вам конечно все покажу и расскажу давайте теперь ближе к расчетам нужно выяснить сколько нужно солода и сколько воды на мой объем 75 литров и так посмотрите это один литр один литр солода это 500 миллилитров то есть один килограмм солода будет занимать 2 литра ну и давайте посчитаем что в итоге получается и так гидромодуль один к трем как я выяснил один килограмм солода занимает объем 2 литра 2 литра солода 3 литра воды это 5 литров порция такая получается делим на 70 почему я взял 70 куб в общей сложности 75 литров но вот 5 литров я взял свободного объема чтобы солод можно было нормально размешивать чтобы он там через край не выплескивался так 70 делим на 5 получаем в 70 литров 14 порций 14 умножаем на 2 получаем 28 литров солода 28 литров не 28 килограмм а 28 литров а всего здесь 14 килограмм дальше 14 умножаем на 3 42 литра воды давайте посчитаем 28 плюс 42 получается 70 сейчас заливаю в куб воду включаю куб на разогрев ну и потом засыпаю в куб солод когда вода нагреется до 55 градусов залил в куб 42 литра воды включил уже термоконтроллер видите вот здесь на этой шкале отображаются программы то есть первая программа сейчас выполняется нагрев до 55 градусов как только до 55 градусов нагреется я засыпаю солод ну и дальше идет выполнение второй части вторая программа 64 градуса и время два часа ну вот в принципе все когда я засыплю солод я включу насосик и он будет качать сусло чтобы шла такая циркуляция это будет способствовать равномерному нагреву сусло так сейчас разберусь что-то тут не то ну потому что наверное я еще датчик не поставил в куб разобрался я в чем было дело что за сигнализация сработала здесь было написано перегрев семистра что случилось дело в том что вот этот корпус я сделал совсем недавно и вот первый раз только работаю на вот этом пит регуляторе и получилось так что один край вот этот прижимает вентилятор и вентилятор просто не крутился ну естественно вентиляции не было семистор перегрелся и все это ушло в перегрузку ну вот хорошо что производитель сделал так что если перегревается семистор то все отключается и включается сигнализация так потом подработаю вот эту часть корпуса чтобы она свободненько вот сюда садилась и ничего не поджимала так видите идет уже нагрев 10 и 6 десятых градуса все термо термодатчик термодатчик в кубе ну и буду теперь поглядывать и я правда не знаю будет ли сигнализация какая-то когда она греется до 55 градусов то есть я как когда-то давно на нем работал к из когда испытывал но уже вот не помню если сигнализация когда одна программа заканчивается а вторая начинается но тем не менее буду вот следить по показаниям давайте-ка посмотрим как там идут дела и так видите температура 54,8 я уже приготовил 10 литров солода засыпать солод конечно удобнее вдвоем один потихонечку усыпет 2 размешивать но так как у меня помощника сегодня нет я буду потихонечку сыпать небольшими порциями и перемешивать вот таким образом но потом вам покажу что у меня получилось так смотрите вот температура уже 55 и 2 я что-то не слышал никаких сигналов но вот пора засыпать солод когда теория встречается с практикой побеждает всегда практика видите как я не рассчитывал не высчитывал должно у меня было сусло получится вот столько ну не сусло затора так скажем а получилось на 10 литров меньше ну так как я вам сказал что на вот этом оборудовании я первый раз работаю естественно в следующий раз если я на нем буду работать то уже конечно сориентируюсь и все это немножечко скорректирую добавлю буквально там наверно на пару килограмм больше солода и на несколько литров больше воды почему бы не добавить сейчас просто солода нету вот я его закупил столько сколько мне по посчиталось что будет достаточно но оказалось немножко недостаточным у меня уже идет затирание видите вот так вот куб немножечко утеплил включил насос давайте покажу вам как он качает вот такая струечка бежит качает он со скоростью 30 литров в час прошло уже времени примерно один час и вот еще часочек все это отключу и будет сусло остывать после того как затирание завершилось делаем мы следующее нужно будет сусло слить промежуточную емкость но эта емкость у меня будет и бродильная так как я солью в нее сусло и сусло больше не будет подвергаться никакой термической обработки но вот как допустим делают пиво после затирания сливают дальше там дробину убирают опять переливают в куб и начинают кипячение здесь ничего такого не будет поэтому емкость должна быть чистая и обработанная вот внутреннюю поверхность емкости я обработал головами то есть нужно дезинфицировать потому что вот такие зерновые всякие браги как браги как вы знаете они склонны к закисанию то есть чтоб сусло не заразилась и так сейчас все это сливаю ну а дальше мне понадобится промывочная вода то есть нужно будет промыть ту дробину которая осталась дело в том что килограмм солода примерно впитывает себя литр воды и сейчас когда я солью вот сюда сусло то конечно же здесь будет уже не 42 литра воды ну скажем так значительно меньше и вот чтобы этот объем довести опять-таки до 42 литров и мне и придется взять промывочную воду промывочную воду я нагрею до 80 градусов и вот такой горячей водой буду промывать дробину ну давайте сейчас я начну сливать сусло а потом еще в процессе вам все покажу давайте-ка я сейчас посмотрю достаточно ли чистое идет сусло из фольжна должно идти чистое потому что в процессе у меня ну была такая циркуляция естественно сусло фильтровалось ну да видите я не вижу никакой грязи все идет чисто можно сейчас поставить емкость и сразу же переливать сусло в емкость смотрите красивый какой цвет давайте посмотрим какая сахаристость сусло у меня получилось приборчик у меня а с 3 и вот я вижу сахаристость получилось 17 примерно нужно будет порядка так 10 литров промывочной воды и я думаю сахаристость опустится до 15 и вот 15 это как говорит константин самый самолет давайте поверим константину и я сделаю точно так же как и он ставил брагу на брожение вот у меня промывочная вода температура ее чуть больше 80 градусов вот литровой крючкой набираю и дальше поливаю дробину вот так вот по кругу все ничего хитрого и ничего сложного нет но такое количество сусла у меня получилось после того как я промывочной водой промыл дробину ну где от свободного проспоренства еще литров 7 не меньше давайте посмотрим что с сахаристостью сахаристость 16 процентов ну то есть все очень хорошо сейчас что нужно сделать нужно сусло остудить до температуры внесения дрожжей ну это обычная температура в 35 градусов ну и вот здесь можно пойти двумя путями можно конечно поставить в емкость чиллер и начать это все дело остужать но так как сейчас у нас зима самый простой вариант просто сусло вынести на улицу и она довольно быстро остынет я так и поступлю как только сусло остынет до температуры 35 градусов я внесу туда дрожжи какие дрожжи чуть позже вам покажу зал вам что остужу до 35 градусов но как обычно что тогда пойдет не так немножечко прошляпил температура у меня опустилась до 28 градусов но это все нормально и в пределах нормы так видите все занес ее поставил вот сюда к батареи почему батареи потому что в винокурне у меня довольно таки прохладно хотя вот здесь батарея температура в среднем если поставить брагу где-то на пол будет 15 градусов для пива ну это довольно таки неплохо ну а для браги зерновой это конечно маловато поэтому будет стоять возле батареи и так какие дрожжи буду использовать буду использовать вот такие дрожжи мануфактура я прислал мне их мир бир я на них уже работал ставил по моему я ставил на них фруктовую брагу брага была из груш они отлично отыграли написано до 27 литров браги ну то есть вот две эти пачки вполне будет достаточный для того чтобы сбродить вот эти вот 45 примерно литров сусла тем более у сусла как вы видели сахаристость небольшая и так сейчас просто вношу дрожжи а потом ставлю брагу под гидрозатвор как вы видите на пачке написано что это спиртовые тру турбо дрожжи и все сбродят за 48 часов за посмотрим за какое время справиться они с этой зерновой брагой у меня все готово и остается только ждать когда же брожение завершится кто-то из новичков посмотрит и скажет о как все сложно нужно дополнительное оборудование пит регулятор насос а еще бы желательно обмешалку но не все так сложно как кажется вот если вы посмотрите ролик на канале фомы менделеева то костя там готовил это виски прямо на улице на дровяной печке в качестве куба у него был такой какой-то большой как я понял чугунный чан мешалка у него была деревянная с ручным приводом но все у него получилось все всегда зависит от мастерства самогонщика ну а пока братья на самогонщики на этом все как всегда не голов и не хвостов чтобы не было на сцене встретимся с вами уже на перегонке